приветствую своих подписчиков и гостей моего канала сегодня у нас обзор мода для евротрак симулятор это scania r700 давайте посмотрим что за тюнингованного монстра нам сегодня представили и также наперед скажу что сегодня будет еще один обзорчик по евротрак симулятор очень хорошего мода так что не пропустите он будет ближе к вечеру итак давайте смотрим что у нас по данному моду находится естественно в салоне scania и давайте рассмотрим моделька моделька выглядит замечательно все подогнано все хорошо нас интересует тюнинг давайте переходим к кабинам видим что у нас кабина только одна топ-лайн по шасси у нас уже есть выбор 4 на 4 4 на 2 6 на 2 6 на 2 стаг лифтом mid fit и вот такое интересное шоссе 10 на 8 смотрите какой у нас получается монстрюга интересная такая моделька ну я думаю что к ней можно подобрать даже какой-то грузик ну давайте этот вариант и будем рассматривать хотя нет там есть какой-то тюнинг сзади его нужно обязательно посмотреть так что выберем 6 на 4 вариантик далее идем что у нас по двигателям видим что у нас 700 лошадиных сил довольно таки мощный здесь у нас какой-то перебор с вот этим dc на 2000 лошадиных сил но я думаю что кому-то там по загоняться я думаю вполне себе подойдет если поставить вот шоссе на 10 на 8 тогда уже стоит ставить вот этот 2000 лошадиных сил сильный двигатель и вести какую-то я не знаю какую-то коллайдер и смотрим что у нас по трансмиссиям по трансмиссиям 6 есть передач 12 12 с ретардером и все больше вариантов нету дальше идем что у нас по интерьеру как мы видим у нас есть леворульный и праворульный всего интерьеров 2 смотрим эксклюзив вариант эксклюзив вариант неплохо смотрится но я считаю что он очень темный недавно делал обзорчик гальватрона мне не понравилось давайте вот такой вот вариант выберем по стандарту переходим пока и так что у нас по покраскам видим что есть предустановленные цвета любой цвет практически идет этому красавцу и посмотрим что у нас с картиночками есть два варианта вот этот на скриншотах обычно фигурирует вот этот вариантик уэн и джэнс какой-то род emperor смотрите как классно выглядит вот и поэтому я не хотел ту будку оставлять потому что здесь у нас также элемент скина очень красивый скин чик единственное что хотелось бы чтобы были варианты не только в белом цвете чтоб можно было регулировать цвет тогда было вообще 10 из 10 и так по внешнему тюнингу начнем как всегда снизу видим что у нас вот такая вот защитка здесь мы можем поставить световые приборчики следующий у нас так back lights почему-то подписано там какой-то череп нарисован ну давайте оставим потому что это как бы необычно не везде есть что у нас попе нижней вот этой решетки она нарисована решетка меняются сами фары ну смотрите фары вообще выглядят футуристично мне нравится вот эти фарки конечно но вот эти выглядят вообще космически давайте их и оставим и будем тестировать спереди защитки мы тоже можем менять давайте посмотрим какие здесь есть варианты видим что они тоже подписаны там и это уже стандартные так понял идут ну давайте какой-то из вот таких вот не перекрывает нашу надпись rc 700 в 8 у нас надпись также есть на вот эту решетку мы можем тоже поставить световые приборчики и также мы можем ее менять плохо конечно видно из из-за вот этого но видим что хромированная сюда неплохо заходит давайте ее оставим весь перед можно сделать хромировым как мы видим так смотрим давайте и вверх сделаем хром вот так вот будет выглядеть у нас скане неплохо неплохо следующие точки еще осталось . вот здесь сток стримлайн видим что хромирована обрамление решеточку такую добавляет ну выглядит неплохо и кстати меняются и верхние фарки ну давайте стримлайн стримлайн мне больше всего понравилось больше точек света мы не будем добавлять и посмотрите сколько вариантов у нас по логу такое тоже не везде встретишь вот даже белый цвет сюда неплохо идет потому что если сделать если сделать его хромированные то она сливается давайте paint оставим вот такой белая надпись scania неплохо выглядит так что у нас по переднему зеркальцу видим что есть по длине вариант так этот короткий якобы снимает наш наш санвизор но хотя он здесь раньше и стоял давайте попробуем его вернуть санвизор ставится назад нормально и не мешает нашему зеркальцу давайте посмотрим все вариантики все уже под покрашена под наш скин выглядит неплохо зачет ненько давайте вот такой вот оставим давайте посмотрим как он выглядит и нет я передумал будет бликовать вот эта штука будет отражать то что у нас снизу так что меняем на какой-то поменьше вот такой вот проверяем да тоже будет бликовать но гораздо больше у нас обзора возвращаемся наверх смотрим какие у нас какие у нас light бар и вот такой вот неплохой light бар принципе практически все light бар и зайдут так ну вот этот вот light бар ну давайте вот такой вот поставим light барчик он самый такой технологичный я бы сказал кстати он уже со светом я так понял да видим что у нас мигалочка сверху не очень я люблю конечно мигалочки потому что при нажатии на о включается мигалки смотрим что у нас по антеннам вот такое мы точно нигде не видели два варианта антенн мы видели но здесь просто меняется слева справа двойная опять слева справа двойная и сразу четыре можно антенны вот так вот можно завесить считаем по три антенны с каждой стороны нет здесь три здесь чего-то только две так ну давайте да вот этот вариант поставим будет весь в антеннах зато будет хороший сигнальчик дополнительные мигалки это уже стандартные ничем не отличаются от остальных и вот такой вот спойлер мы можем добавить на спойлер мигалки не ставятся и какие-то световые приборы тоже не ставится что у нас по винт-дефлекторы ну это конечно нужно смотреть непосредственно с кабины что у нас по зеркалам можно в хром покрасить можно ставить пайнт или пластик оставляем пайнт видим что у нас здесь и поворотники есть очень классно смотрится можем покрасить цвет также нашу ручку и остает незаметно зато она продолжает наш скин я думаю что это лучший вариант так что у нас дальше за . пайнт ну вот эту полоску она делает под цвет или же черным давайте черным оставим что у нас по нашим шинам и дискам все по стандарту теперь переходим к баку нашему здесь у нас бак можно закрыть вот такой защиткой в единственном экземпляре и также здесь меняются трубы почему-то тут я думал их снизу пустят но можно вот такие три трубы пустить красиво смотрится закрывает конечно наш скин давайте двойную трубу оставим чтобы скин было видно так и прикроем наш бачок вот так вот и здесь также можно добавить света давайте три штучки лайта поставим приблизительно симметрично к сожалению они не ставятся с другой стороны их нужно вручную все прорисовать так больше точек по бокам я не вижу есть еще две точки сзади давайте смотреть что у нас здесь это стоковый бампер его даже снять нет нельзя а вот брызговички мы можем разные ставить давайте смотреть какие есть брызговички у нас в арсена в арсенале достаточно неплохо давайте r700 вот оставим он персонализирует наш грузовик чок ну давайте уберу точки посмотрите неплохо выглядит очень цветаста у нас даже уже там и ковер такой с девушкой нарисован переходим к интерьеру итак мы в кабине давайте смотреть что по зеркалам меняется только цвет давайте дефлекторы посмотрим какие они этот сплошной мне не нравится вот этот или этот они по прозрачности не отличаются так что можно я понял вот этот дефлектор он снаружи будет хром смотрите если будет видно вот видите он хромированный а тот будет полупрозрачный как мы видим его изнутри кстати дефлекторы как мы видим тоже нужно ставить отдельно ну не ста здесь нужно его ставить здесь бы я не ставил дефлектор потому что он мешает нашему обзору здесь не так сильно мешает здесь прикрывает наш кузов здесь же больше задевает нашу дорогу декали можно на окна цеплять посмотрите есть несколько вариантов и они дублируются и они никак не мешают отлично что у нас по gps у тонк шопу такой gps я еще не видел так что давайте будем его смотреть цепь прицепили его сюда только здесь он цепляется что у нас по рулям рули есть нескольких вариантов этот ко второму варианту интерьера он слишком темный я считаю так что давайте оставим вот этот который был в стоке и также рули от сисал но они этому грузовику просто-напросто не пи не подойдут так что ставим стоковый он посветлее аксессуары для рулей как мы видим есть даже свои давайте посмотрим какие они но они не корректно конечно на руле находятся как-то с под низу не его я не уверен что это хорошая идея такие аксессуары использовать ну давайте какой-то нейтральненький поставим аксессуарчик так что у нас по точкам здесь у нас только бутылочки и стаканчики видим что отсеяны лишние предметы хотя тут есть gps а ну-ка вентилятор да он сюда подойдет кинули сюда телефон сюда положили пиццу сисал поддерживается вполне себе наша спалка никак не кастомизируется видим что здесь уже есть коверчик подушечки выглядят они конечно пластмассово но ничего сидение выглядят прикольно можно ли посадить с пассажира смотрим смотрим где наш пассажир что-то я не наблюдаю пассажира до пассажиров к сожалению нету видно там по высоте что-то не сошлось автор решил их вырезать потому что остальные предметы от сисла есть положили сюда планшетик на столик тоже у нас можно добавить стол или же просто здесь ложить вот такой вот можно даже огроменный стол поставить ну давайте его поставим это будет конечно полный фарш поставили чашечку и кинули калькулятор там или или флажки шляпу поставим все отлично переходим до а кстати 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 а бортовой компьютер сюда можно поставить здесь еще есть лэптоп видите ставится и лэптоп плюс навигатор так уберем давайте этот столик ликвидируем x я хочу посмотреть какой лэптоп и лэптоп плюс навигатор не вижу я никакого лэптопа ничего сюда не встает так дашборд таблет мы увидим что вернулись наши аксессуары к сожалению я не понял как ставить тот лэптоп ну хорошо пускай его не будет так тут какие-то в импелочки крест вот такие вот флажки можно весить ну давайте кстати видите что тут некорректно один флажок по и давайте такой вот с девушками повесим usa это у нас вонючки можно вешать также у нас есть вот такие занавесочки но выглядят они пластмассовая их лучше уберу у нас есть санвизор он вполне себе справляется еще плюс занавесочки эти будут занавесочки выглядеть получше давайте лучше выберем белую подсветку вот это будет лучший вариант здесь у нас санвизор так разноцветные у нас кубики можно вешать свои вот именно которые не стандартные также можем поставить сюда рацию видим что она как-то кривовато стает так что рацию я не рекомендую ставить потому что ну она здесь все перекрывается у нас нету рации кстати нет рации стоковой нету но и не надо лучше без рации чем с такой рации также мы видим что здесь также поддерживается сисал но у нас и так много всяких предметов по нашему зеркалу мы уже смотрели есть короткие длинные варианты так еще кубики сюда но не надо нам сколько кубиков и те же кресты и все такое можно вешать здесь так зеркальце зеркальце paint покрасим paint зеркальце это кстати мы красили или нет здесь нельзя красить то есть стоит только вот это справа зеркало можно красить дополнительно видим что у нас и люк здесь есть тут какой-то у нас прибор находится но рации к сожалению здесь не прикрутили ну очень много тюнинга пока что мне все нравится давайте прицепим груз и посмотрим этот грузовичок в игре итак мы внутри нашей scania r 700 после тюнинга у меня случился вылет мне пришлось перетюнинговать не уверен что это из-за мода потому что я практически те же элементы использовал и все стало на свое место без вылетов но имейте ввиду что такой случай может быть давайте осмотримся что мы здесь видим вот здесь небольшой зазорчик у нас встречается как мы видим вот эти точки это явно просвет у нас с этой стороны мы такого не увидим по остальному все нормально ну это нужно доработать конечно же давайте включим двигатель послушаем звук включение двигателя и анимацию как мы видим у нас по с дефолту включилась подсветка это заметно потому что у нас достаточно темно было теперь проверяем поворотники видим что он есть и анимация и индикация даже на зеркале видно что у нас сбоку есть так хорошо светят поворотники даже индикации я думаю не нужно было и кстати заметьте насколько близко находятся зеркала это очень удобно очень информативно нам не нужно крутить головой у нас все под одним обзором кстати про обзор как можно менять вид видим что руль у нас также можно регулировать я бы немножечко наверно даже пододвинулся чуть-чуть вот так вот все теперь у нас обзор еще лучше мы кстати можем немножечко вниз опуститься вот так вот так будет вообще идеально мы полностью видим наше окно полностью видим зеркало что касательно gps а он пересвечен я считаю плохо на нем что-то видно так что используйте из или стандартный или же также есть есть вариант можно повесить на окно аксессуары от сисла и соответственно gps от сисла что касается нашего бортового компьютера давайте по щелкаем его видим что только нужной информации ничего лишнего объем топлива поставили все теперь нам видно какой у нас объем топлива текучий следующее что мы проверяем это включаем дождик так пошел нас дождик появился он на наших окнах сразу пока я не забыл проверяем окна видим что стеклоподъемники работают правой не буду проверять потому что они идут в паре если один не работает той второй не работает и обратно тоже действует и так включаем дворники сразу нужно посмотреть на анимацию да анимация есть три режима как мы видим здесь у нас режимы переключаются анимация есть но как видим дворники у нас не стирают к сожалению косячок у нас первый вылез смотрим снаружи как это все выглядит снаружи кстати дворники работают до снаружи у нас все рабочие а вот внутри и кстати видим что кабели у нас тоже подцепились и выглядит все это неплохо единственное что я груз выбрал не тот что нужно нужно было какой-то фуру по длине выбрать так просто выбирал по цвету можно сказать возвращаемся в нашу кабинку и давайте проверим что у нас ночью происходит дворники можно останавливать потому что они бесполезны я не понимаю сделать анимацию переключения дворников но не сделать чтоб дворники стирали дождь это как-то непонятно непонятно так смотрим что у нас происходит ночью включили ночь видим что наш этот экспедитор жалуется что наш груз просрочен потому что время прошло видим что подсветка то что я говорил подсветка включена всегда здесь когда мы запускаем двигатель все включается подсветка а вот подсветка дополнительная у нас зеленым цветом подсветка наших кнопочек и так далее gps остается засвеченным к сожалению все выключаем в принципе с ночью мы все поняли единственное смотрим фары снаружи освещение довольно таки неплохое вы можете добавить еще больше освещение это я так мало добавил вот так вот у нас работают мигалочки отлично смотрим на поворотники вот это вообще классно когда поворотники есть на зеркалах их больше видно даже чем внизу на бампере заметьте и эти на зеркалах видно их и сбоку вообще классно и сзади тоже поворотники у нас таким вот буквой к можно сказать реализованы с поворотниками все окей с освещением все окей давайте включим день сейчас опять нас будут ругать что у нас груз и кстати а молоко везу наверное она просрочена давайте немножечко проедемся пробуя отсюда вырулить так плохо я конечно стал так меня что мигалки еще включена так 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 все нормально так поворачиваем нас пропускать не собирается человечек следующий нас уже пропустил спасибо ему все наш наша цистерна не пострадала при эвакуации но мы не будем много ехать это у нас gps на доставку нашего груза показывает давайте запаркуемся вот здесь здесь у нас мастерская надеюсь нам откроют лично нам открыли и здесь мы развернемся и подведем итоги отлично выровняю грузовичок сейчас все хорошо не совсем выровнял не хватило места давайте подводить итоги пока что не буду выключать двигатель и так что мы видели по интерьеру по интерьеру все классно мне нравится много деталей вот этот кастомный gps мне не понравился он слишком бледноват плохое разрешение плохо на нем видно так что рекомендую ставить второй второй gps или же ставить на окно от сисала есть свои предметы несколько своих предметов два варианта столиков или можно без столика места хватает для аксессуаров можно ставить здесь везде практически кроме нашей спалки на спалке ничего не делается подушки выглядят пластмассово но на это не обращаем внимание хотелось бы конечно чтоб можно было садить сюда пассажиров неплохо было здесь был замечен мною зазорчик видим пиксели это просвечивается у нас улица это нужно заделать но в целом очень приятный интерьер хотелось бы побольше вариантов паруля паруля лей но мы видели что второй вариант интерьера слишком темный так что к этому серому не каждый руль подойдет так что у нас по зеркалам зеркала мне понравились что они не сильно далеко вынесены они хорошо видны сразу мы видим свой груз и дорогу нужно крутить головой и также мне понравилось что на наших зеркалах находятся поворотники это очень классная идея с поворотниками и в целом давайте перейдем к внешнему виду уберем gps по внешнему виду очень классный грузовичок получился скин тут один очень прикольный их вообще-то два но вот этот именно самый эффектный он даже сзади у нас прорисовывает это не просто полоски как других скинах это именно рисуночек road emperor надпись классные у нас light бар и передок тоже хорошо кастомизирован можно нацеплять много света я просто не заморачивался с этим и не поставил много света вы видите что классно выглядит нету еще добавить свои диски было вообще полный фарш но диски вы можете и так скачать дополнительными модами и поставить их но так в общем в общем очень даже неплохой грузовичок много кастомизации много много дополнительных точек для аксессуаров что что я чуть не забыл здесь еще не хватает рации до рацию здесь было бы неплохо рация была в самый раз как мы видели рации от сисала встает некорректно она перекошена так что я ее не рекомендую ставить также мне понравилось то что подсветка включается при включении двигателя это нам помогает не только видеть когда ночь но даже днем когда нам слепит солнце у нас хорошо все читаемо даже днем при ярком солнце вот такой вот у нас получился мод я ему ставлю 80 10 куча тюнинга прикольный вид неплохие характеристики много двигателей шасси очень мне понравился мод так что рекомендую для любителей скания и не только спасибо что посмотрели мой обзорчик не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк всем пока